Участие мирных жителей в строительстве оборонительных сооружений в прифронтовой полосе в начале войны считалось делом чести и совести. Более 20 тысяч жителей Поморья, в большинстве своем женщины, ковали победу в тылу, в том числе жители Котласа и Котласского района. Мама Елены Гошевой, Серафима Егоровна, тоже была участницей оборонных работ. Узнать об этом было большим удивлением. Семье о тех событиях никогда не говорили. Причем я узнала об этом не от нее самой, она никогда не рассказывала. Видимо настолько серьезно пережила вот эти страшные дни, страшные месяцы, что вообще ни разу ни одного слова она не говорила. Какие тяжелые испытания выпали на судьбы молодых женщин, призванных на оборонные работы, Елена Васильевна узнала в 1985 году. Будучи работником Общества охраны памятников истории и культуры, по инициативе своей начальницы Марфы Меншиковой она занималась сбором информации об участницах оборонных работ. Объявление тогда разместили в местной газете и пошел в вал обращений. Это женщины 21, 22, 23 годов рождения. То есть в основном на момент войны в 41 году им было по 17-19 лет. По словам Торбовой Елизаветы Сергеевны, вот она здесь на фотографии, она была комиссаром батальона, сформированного в городе Котласе в 41 году. Котласу отправили полторы тысячи человек. Собирали их в Котласе со всех районов, близлежащих к Котласу. И на баржах отправляли, по воспоминаниям женщин, отправляли на баржах в Архангельск. Там грузили на большой морской пароход и в трёмах везли в город Кейм. Полная беспомощность против врага, налеты авиации, недоедание, смертельная усталость после многочасового рабочего дня, неустроенность быта, собранная больше 30 лет назад. Информация сегодня бесценна. Позже ее обобщила краевед, экс-директор музея Татьяна Шершова. Теперь воспоминания участниц оборонных работ хранят в Котласском краеведческом музее. Баёва Юлия Григорьевна. Она оказалась в Карелии под Петрозаводском. И там вместе с девчонками они рыли окопы, устанавливали надолбы, противотанковые различные заграждения, рвы, строили даже бзоты. Об участниках оборонных работ сейчас вспоминают очень редко. Люди этой категории незаслуженно забыты, считают краеведы. Начатую однажды работу по сбору воспоминаний участников тех событий Сотрудники музея намерены продолжить. Помощь горожан в этом вопросе будет бесценной.